Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. 27 марта в Российской Федерации отмечается День театра, да и не только в Российской Федерации. Этот день можно, наверное, отмечать не только 27 марта, а во многие другие, потому что даже когда мы зарабатываем деньги, служим, учимся и так далее, наступает время, когда хочется немножечко какого-то досуга, потому что необходимо самому сходить, а лучше сводить детей или жену. В любом случае, это приятное время, когда мы говорим об искусстве. И у нас в студии директор театра «Кукол Радуга» городского круголюберца Алексей Владимирович Комаров и главный режиссер этого же театра Елена Петровна Полюляк. Здравствуйте! Елена Петровна уже к нам приходила, но в данном случае мы говорим о театре. Вот скажите, я даже не знаю, кто все-таки главнее. Наверное, директор, поэтому ему первый вопрос. Конечно, директор. Алексей Владимирович, скажите. Без вас не было бы театра. Да, вечный спор, потому что два человека, один как бы административно, это важно, потому что человек творческий, его же иногда несет, как бы он, а тут сразу директор входит, так, спокойно, спокойно. Алексей, скажите, пожалуйста, что для вас такое День театра и вообще театр в вашей жизни? Что это такое? Ну, это уже часть моей жизни стала. Как вы попали, как вы стали директором театра в эту историю? Чисто случайно. Да? Да. Ну, я сюда переехал в 2018 году и просто вот выложил резюме, меня пригласили в театр именно на должность уже замдиректора. И вот с тех пор я как-то подумал, думаю, рядом с домом. Почему бы не попробовать вообще? Да, да, да. Вы же, наверное, наслышаны были, что такое театр, что такое творческие люди? Нет, никогда до этого в культуре не работал. Вообще впервые для меня это все было новое. Но как-то вот уже пять лет. Постепенно, не торопясь. Нет, а сейчас, конечно, сейчас, можно сказать, каждый день думаю, что сделать лучше, как развить и тому подобное. Ну, вот понятно, что когда директор все-таки у него одна ответственность, все равно, наверное, глобальная, но никуда мы не денемся от творческой составляющей, это уже главный режиссер, который потом приходит к директору и говорит, нам нужен такой спектакль. А директор говорит, почему? Да, 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 да. Вот, Елена Петровна, что для вас театр? И в преддверии вот этого замечательного праздника, главный режиссер, это же вообще целое... Для меня этот театр – это вообще жизнь. Потому что, как только говорить научилась, я понимала, что я буду заниматься творчеством. Поэтому... Единственное, что для меня, как бы, театр кукол было что-то новое, да, потому что я немножко из другой сферы, из театральной, цирковой, киношной сферы. Вот, поэтому, конечно, и, как вы говорите, что действительно мы работаем командой с директором, и в 10 идет доверие, и это очень хорошая составляющая, когда человек нам творческим, как он, хулиганы натворили, да, мы творюги такие, вот, мы там чего-то творим. Ну, ты же фактически такая творческая бизнес-модель. То есть творчество может, как вкусное, значит, я не знаю, там, молоко не усмотрели, оно же побежало, сразу и выбежало. Никуда уже не денешься. Ну, вот за нами следят, чтобы мы себя далеко не... Да, да, да. И поэтому при правильном построении этой бизнес-творческой бизнес-модели, конечно, это будет... А, прежде всего, я так понимаю, для зрителей хорошо, потому что, если зритель пришел, на ножками проголосовал, купил билеты, получил, внимание, удовольствие, потом придет еще, и еще кого-то с собой придет. А с вашей, я так понимаю, это вот творческая какая-то реализация тех задач, даже если их немножечко пытаются в бизнес-модель, так сказать, вставить, но, тем не менее, она присутствует. Но вы вот сами сказали, что театр кукол, и чем театр кукол отличается от театра людей, я бы так, наверное, задал такой вопрос. Наверное, больше техническим как раз-таки оснащением здесь, если я понимаю, что в драматическом театре актер, у него больше выразительности в пластике, в глазах, в голосе, другие какие-то выразительные средства, в движении, да, особенно, вот если мы там с вами в диалоге, а кукла, она лицом фактически статична. Ну, можно сделать, чтобы глазки... Это максимум, да, глазки, вот, поворот налево-направо, и то это, не все куклы оснащены таким техническим, и тут остается что? Голос, который вот... Аудио, как сейчас говорим. Да, аудио, да, и тут понимаешь, что нотка правда или неправда, поэтому здесь больше приходится... Смысловые ударения. Да, 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 здесь больше приходится акцент ставить на звук, на... вот ухом ловить. И плюс вот эта визуальная картинка, которая действительно, она вся техническая. Ну, то есть это фактически такой... Трюковая часть, вот я так сказала. И это такой еще, можно сказать, видеоклип в какой-то степени, визуальный, наверное, клип-то будет точнее, потому что иногда в театре кукол прячут актеров, чтобы их не видно было, а только куклы играют. Иногда, особенно это было вот в позднее советское время было принято, ну, не только у нас, когда уже не поймешь, кто главнее, кукла или актер, и тогда действительно еще и пластика актерская добавляется, и глаза разбегаются, но как-то получается, что кукла и актер действуют совместно. Поэтому, Алексей Владимирович, вот вы, как мы выяснили, попали случайно. Ну, понятно, в театре, опять же, людей там как бы, ну, зарплата, да, вот, проблемы какая-то, социальный пакет, вот, выходные. Потом актеры – это люди такие, скажем, что праздники всякие любят, вот, то есть тоже такие проблемы бывают. Я так завуалированно говорю. Ну, это глобально вообще об актерской среде. Но у вас еще куклы добавляются. А кукла – это же дополнительная статья о расходах. И же надо как-то изготавливать. И как вот вы, как директор, как тела человека технологически, я бы даже сказал, в хорошем данном смысле слова, технически, когда вы смотрите, сколько, куда стоит, как это вкладывается. Приходит к вам Лена Петровна, я хочу вот такую огромную куклу из дерева. Как вы на это реагируете? Ну, у нас, как, у нас театр сейчас входит в государственную программу «Культура Московья». И мы ежегодно получаем субсидию на техническое оснащение и поддержку, то есть вот постановка спектаклей. Нам выделяется определенная сумма на спектакль. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли эта сумма хватает на все запросы. Нет, сумма хватает. 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 Нет, сейчас, допустим, если сравнивать с 2019 годом, допустим, или сейчас, ну, конечно, хотелось бы сейчас побольше или нет. Материаловцы не выросли. Хотя бы что есть, то есть. Но это 100% приходит, не задерживает. Нет, нет, это 100% все приходит, все вовремя, нет, с этим вообще проблем нет. Вот. Что касаемо кукол, то если это приглашенный режиссер, то, естественно, сначала он пишет так называемое техническое задание. Вот. Какие куклы, какие декорации, что нужно. А он, в свою очередь, это уже обговаривает с художником. А у нас главный режиссер непосредственно уже смотрит итоговое техническое задание, смотрит, какие куклы, что будет вообще, какие декорации в театре. И начинает эти куклы вычуркивать. Ну, иногда действительно под эту сумму приходится от чего-то отказываться. Иногда бывает такое, что, если, допустим, режиссер не согласовывает, то, конечно, мы же меняем, естественно. Нет, ну, я понимаю, что творческий процесс. В этой части творческой главный режиссер. И как режиссер скажет, так и будет. Ну, вы говорите, как я прямо сейчас вижу какой-нибудь фильм из 60-х годов, когда директор, хороший, там разные были персонажи, но такой, немножко такой вот, ну, можем обойтись без вот этого, там, Пиноккио. Конечно. Ну, давайте, зачем нам это? Это практически всегда такие присутствуют. Зачем он? Да, да, да. Пиноккио. Вообще, было бы здорово, чтобы была бы одна кукла на все случаи жизни. Как это влияет на постановку, да, вот эту птичку? Нет, у нас много споров бывает. Допустим, по декорациям. Для меня самое главное, чтобы декорации были практичны на выезды. Понятно, да. На выезды и на хранение и тому подобное. Сборная удачна, чтобы вы обещались в определенный вид автомобиля. Допустим... Вы, в идеале, конечно, в багажниках... Да, но, допустим, видение режиссера, оно совершенно другое. И вот у нас начинается... То есть, разбавка другой. Другой, да. Да. Режиссер хочет, допустим, красивую картинку непосредственно на стационаре. А мне-то самое главное... Мне-то еще важно, чтобы спектакль мог продаваться и выезжать. И вот у нас начинаются споры с этим. Ну, я думаю, что рано или поздно вы приходите. Приходим, приходим. К балансу. Лена Петровна, вот по поводу выезда вы сразу сказали. То есть, театр, можно сказать, еще не передвижной такой. То есть, любит выдвигаться куда-то, правильно? Мы очень любим. Не всегда можем, но очень хотим. Ну, это понятно. То есть, это, опять же, даже чисто исходя из бизнес-модели, это возможность приехать к зрителю. Потому что не всегда зритель может до их добраться. И вы ездите по каким краям и весям? Куда позовут. Куда позовут. Куда позовут абсолютно. Вот мы во второй части поговорим. У вас фестиваль какой-то там намечается. Да, в субботу. Мы поговорим об этом, что это такое. Но, возвращаясь к теме, давайте все-таки возьмем еще человеческий фактор. Людей, которые работают в театре. Ну, как-то так у зрителя иногда складывается мнение. Мы-то с вами люди театральные в какой-то степени. Кто-то в больших, кто-то в меньших. Потому что куклы – это все-таки театр кукол. А вот театр уже, где актер. Некоторые думают, что, видимо, это не очень актеры, поэтому они с куклами. Потому что вот, да. А вот это же отдельная такая история. И актеры, которые умеют работать с куклами, вообще вот, скажем так, я бы даже сказал, с предметами, которые необходимо одушевить, сделать их одушевленными. Где вы находите этих актеров? Ну, люди у нас с образованием, специальным образованием кукольников. Ну, все равно их найти нужно пригласить. Да, их найти очень тяжело. Потому что в Москве не обучают, к сожалению. Вот поразительно, с чем я столкнулась, когда мы искали там нового актера. Столкнулись с тем, что в Москве много театр кукол, но нет ни одного вуза, где бы обучали именно этой профессии. То есть музыкальный театр есть, просто театр. А вот кукольники? Цирк есть в Москве. Ну, тоже нет там про кукол. Там все про кукол, специализации нет. Специализации нет. И мы в других городах ищем. Ну, у нас, в принципе, практически вся труба. Да, вся труба у нас с Саратов, Нижний Новгород. Вот, я знаю, что есть вуз в Санкт-Петербурге. Вот как раз есть. Хорошо, что тогда возникает вопрос к директору. А вот, говорите, вся группа приезжих. А как? Человек приезжает, может, где-то нужно жить? Ну, они же все в основном, когда заканчивают вуз, они переезжают в Москву и пытаются найти себе работу, хорошее место. И приходят к вам. Многие, наверное, рассматривают это, чего уж там греха таить, как некую площадку для дальнейшего старта. Да, так она и жизнь. Кто-то остается на дольше, кто-то, может быть, вообще прекращает и уезжает, другими делами занимается. И поэтому все-таки присутствуют. Тут для главного режиссера есть еще проблема удержания, наверное, да. Потому что лучше это всегда почему-то начинает исчезать, который хочется оставить. Да, да. Поэтому, наверное, моя задача сделать комфортно, духовно, прежде всего. Чтобы атмосфера была. Конечно, атмосфера, чтобы в театре была творческая, дружеская. Чтобы они на работу шли с удовольствием. И чтобы у них было желание творить. И чтобы в меньшей степени они были... Я понимаю, что хочется быть солистом. Да, пожалуйста, свободные. Но чтобы здесь они могли бы вместе что-то творить. Ну, да, это зависит от многого, в том числе и от той установки, которая дана, опять же, внутри коллектива, творческая. И, к сожалению или к счастью, вот эта составляющая бизнес-модели, когда пытаемся удержать того или иного артиста. И тут уже, как бы мы сейчас ни расспрашивали, есть некое еще такое таинство театра. Не тайны, не об этом, а именно таинство театра, когда разными способами, чтобы коллектив этот сотрудничал. Но мы немножко сейчас побывали за кулисами. А сейчас мы после перерыва отправимся и знаем уже о том, что ставится, напомним, что за фестиваль, как идет постановка, поговорим уже о творческой составляющей. Но без директора тоже нам никуда. Так что после перерыва вернемся. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Певненко. Сегодня у нас в гостях директор театра «Кукол и радуга» Алексей Владимирович Комаров и главный режиссер театра Елена Петровна Полюляк. Елена Петровна уже была у нас в гостях. Мы общались. Но, тем не менее, день театра. Почему бы лишний раз нам об этом не поговорить? Вы о каком-то фестивале заикнулись. Что за фестиваль? У нас четвертый окружной фестиваль. Открытый окружной фестиваль. Открытый окружной фестиваль. Именно на базе вашего театра. Да, на базе нашего театра. Как раз в новом помещении, в котором мы переехали. Поэтому для этого помещения, это премьера. Да, премьера. Мы пробуем, посмотрим, как у нас это получается, чтобы в дальнейшем расти. И отличие этого фестиваля от тех фестивалей, которые были у нас, что мы наконец-то стали приглашать профессиональные театры. Профессиональные коллективы. Так, то есть вы расширяете как бы гамму. Растем тоже, пробуем. Но это именно кукольные театры. Нет, нет, театры и кукольные театры. У нас там номинации. Драматический спектакль, кукольный спектакль и даже музыкальные такие. Музыкальные, да. Ну это для любительских коллективов. Да, мюзиклы, какие-то такие цельные музыкальные программки, если они там единым каким-то, какой-то единой идеей пронизаны. А вы как, даете объявление какое-то люди? Да, конечно. Мы даем объявление, открываем подачу заявок на фестиваль. И потом они подают заявки. Они подают заявки, мы рассматриваем заявки, подходят ли там, потому что много критерий. Время, оснащение, количество людей. А вот зачем это директору этот фестиваль? Это головная боль. Это же реклама театра. То есть это возможность выхода на новый план. Сегодня мы позовем, а потом каждый из этих театров, по идее, позовет нас. А там нас еще кто-то видит, позовет друга. То есть это реклама. У нас недавно то же самое произошло, в принципе. В сентябре, в октябре мы ездили в Долгопруль. В Долгопруль. На областной фестиваль. Долгопрультинская весна. И вот сейчас они теперь к нам едут. То есть тут же еще интересно посмотреть, насколько театральная жизнь, ну скажем так, театров, которых у нас очень много, театров. Да, и они разные. И каждый театр хочет заявить о себе. И вот оценивая Международный день театра у нас, 27 марта, напомню, оценивая вот те коллективы, которые к вам приезжают, что сейчас в театре происходит на этом уровне, скажем, областном или региональном. Что это за театры такие, если не брать такие уж супер-пупер навороченные. Тут я во многих городах бываю, всегда хожу в театр, в драматический или в оперный. И скажу честно, что зачастую театр, чем дальше от Москвы, тем иногда даже интереснее, чем в Москве. Точнее, увереннее и, главное, профессиональнее. Так бывает. У нас зрители очень часто об этом говорят, которые приезжают из Москвы к нам. Что за вот эти фестивальные участники? Ну, начнем с того, что действительно это для нас эксперимент, и мы будем как раз смотреть, мы будем знакомиться и дружиться, потому что многие коллективы, которые к нам приедут, мы не знакомы с ними. Поэтому зрители этот фестиваль сделаны для того, чтобы познакомиться, подружиться, поговорить о том, чем мы друг другу можем быть полезными. Ну да, актеры и режиссеры всегда найдут, о чем поговорить. У нас моноспектакли приедут. Да, поэтому, конечно, рамки фестиваля позволяют сделать это полноценными спектаклями, поэтому будут представлены отрывки из спектаклей, и как раз-таки для того, чтобы на будущее мы бы хотели, чтобы вот мы выберем, и уже это будет полноценный спектакль. Ну, можно было, да, сделать там победитель, например, может показать полноценный спектакль. Это, кстати, тоже такой неплохой ход. Много театров, много фрагментов, а потом... Что зацепило. Зацепило, и получается, что у них есть возможность еще и выставить. Знаете, как чемпионат мира по футболу, фактически, да, что-то подобное. Еще вопрос. Алексей Иванович, а что люди-то идут? Стоимость билета, ведь тут еще тоже мы никуда не денемся, потому что, например, в Большой театр на балет, ладно, опера, а вот на балет в Большой театр, это как ты... Уже ощущение, как будто ты где-то рядом с автомобильным магазином находишься. Вот я прекрасно понимаю, что, ну, разные есть постановки, даже если брать музейную, например, тут ваши коллеги, музейные работники приходили к нам, и иногда проходят выставки, которые стоят гораздо дороже, чем Эрмитаж, и ты не можешь понять, отчего я такое посмотрел. То есть ценовая политика. С одной стороны, нужно зарабатывать, с другой стороны, чтобы зритель пришел. Ну, ценовая политика у нас одна из самых лучших, в принципе, если сравнивать по театру в Московской области. Люди к нам едут даже с Москвы. Не берем даже Люберцы, Люберцы, они ходят постоянно. Едут с Москвы, и многие, вот с кем мы общались, говорят то, что у вас стоимость билета намного ниже, а качество бывает намного выше. Поэтому нет у нас... Тем более сейчас... Вот вы как директор, как вы следите за качеством? Ну, перед, допустим, премьерой любого спектакля идет приемка спектакля. То есть вы тоже не следите? То есть мы все обязательно. То есть вы можете сказать, так, Нина Петровна, вот это убрать? Да. Да? Ну, либо просто, допустим, работа будет не оплачена. Да. Документы я не подпишу. Ух ты! Если что-то будет не так. То есть это такой собственный внутренний худсовет? Это идет экспертиза, конечно, обязательно. Ну, и поэтому Елена Петровна уже знает, что не подпишет директора, она это, естественно... Нет, ну я когда-то режиссер приходит ставить, и когда я говорю, если вы хотите таких огромных экспериментов, я говорю, пожалуйста, любой каприз за ваши деньги. Ага, понятно. Вот за ваши, пожалуйста, говорю, экспериментируйте. А за госбюджет давайте мы для зрителей все-таки сделаем они для себя. Тут еще такой важный момент есть. Мы на такой сейчас... Очень на такой скользкой теме, потому что сразу слово «худсовет» и такое советское время воспоминается, и что-то мы понимаем прекрасно, что, наверное, в любой театр, в советское время, в посы, самое, что ни на есть, бесконтрольное время, все равно должна быть мера ответственности у творца, да, есть даже такое понятие. Вот мы хотим это делать, или мы все-таки это убираем, или мы прямо готовы упасть в ножки и сказать, Алексей Иванович, нельзя вырезать это, потому что это очень важно. То есть кто принимает вот это вот творческое решение, давать или не давать? Я рада тому, что у нас очень воспитанный коллектив, и вот эта внутренняя эстетика, она им не позволяет падать. Вот, скажем, в черепка уходить. То есть вам даже особо не нужно... Конечно, вот в этом смысле нам повезло, наверное, с ребятами, что они очень эстетичные, культурные. У нас нет хамства, у нас нет каких-то таких вещей, из-за которых нам было бы стыдно. А детские спектакли, они же продолжаются? Конечно. Какие у вас сейчас работы? То, что вы показываете? Ну, у нас есть еще «Аленький цветочек», тоже категория 6+. Это тоже от прошлого года. В том году мы также сделали еще... В том году у нас было три премьеры. Винни-Пух и все-все-все. Да, это первый уличный спектакль именно в ростовых куклах. Тоже все. Это не просто куклы ходят, с которыми фотографироваться надо, они работают. Это уже непосредственно спектакль на улице. Хорошо. Илья Петровна, еще немножко о творчестве поговорим, тем более вы расширяете. Если тогда мысли, ну, у режиссера мысли, они же 24 часа в сутки работают, может быть, тогда через какое-то время сейчас обживетесь в новом помещении, прирастете так немножко, люберчане уже такие, да, подмосковье такое прямо уже совсем рядом, может рискнуть и на взрослую какую-то постановку, а ведь это эксперимент очень сложный, потому что все-таки затащить этого взрослого, человека, который масса проблем, какие куклы, чего он, в обычный-то театр не все ходят. Иногда вот так посмотришь зал, ну, театралы сидят, и те, кто пришел иногда просто потому, что это как бы, ну, я в театре, и очень мало иногда видишь новых каких-то вот взглядов. Есть такие мысли? Конечно, есть, и это творческая необходимость, потому что ребята засиделись на детском материале, поэтому, ну, как-то, прям потребность уже. И, но, есть одно маленькое но, что приучить зрителя к тому, что мы уже не детский театр, что... А разный театр. Да, а разный, это должно пройти время, конечно. На самом деле сейчас самая вот эта главная проблема, что во всех понятиях театр «Куколраду» – это чисто детский театр. Стереотипы можно сказать, да? То есть вы сейчас будете, я так понимаю, вместе с директором, да, с творческой и с бизнес-стороной пытаться... Ведь в любом случае хочется роста с появлением взрослого. Да, я тут выступаю как проситель, потому что, ну, видел разные театральные постановки. Иногда даже в очень таких классических, как бы, очень консервативных театрах те же куклы активно принимают участие. То есть искусство, оно сейчас перетекает. И ведь ещё такая интересная история. Вот смотрите, интернет, он фактически и телевидение, и радио, и прессу так пытается отодвинуть в сторону, мы все это прекрасно понимаем. Но с другой стороны, живое искусство он никак не может сделать. Какие бы ты ролики не показывал, какие бы ты сериалы не показывал, хочется прийти на спектакль и увидеть живую реакцию людей. И поэтому эта необходимость чётко чувствуется. И вот не зря целый, есть театр, есть день кино, есть день театра. Вот что бы вы зрителям посоветовали? Я сейчас объясню свой вопрос. Ну, понятно, чтобы они пришли, конечно, к вам. Но как ему выбрать среди огромного количества театров, начиная, кстати, с детей, тоже ж надо на правильную постановку. Ну, что там, дети взяла, повела на маленький цветочек. Нужно ли сейчас ребёнку именно сейчас маленький цветочек, хотя ему 6+, и надо чуть позже. Вот зритель, как ему правильно в этом театральном мире ориентироваться? Постановок-то много разных? Ну, да. Ну, если говорить про Люберца, тут проще. Мы единственный театр. Да, вот. Это такая хорошая концовка. На этом всё закончилось. Но тем не менее, вот это всё-таки стереотипное мышление, что театр кукол – это детский театр, вот с ним приходится бороться. Да, поэтому, конечно, это обращение к зрителю. Хотелось бы, чтобы зрители вот этот стереотип сгладили и пришли. Ну, тогда поздравьте. Тогда будет, да, сарафанное радио тогда будет. Тогда поздравьте всех, и зрителей театралов с праздника. Ну, конечно, хотелось бы поздравить всех зрителей, и особенностей коллег наших, да, с Днём театра. Творческих всем успехов. И даже если вы не имеете отношения к искусству, в любой профессии быть творцом, быть творческим человеком – это важно. Ну, а ещё неплохо в любой профессии быть иногда чуть-чуть актёром, а лучше режиссёром. Тогда будет проще. Лучше режиссёрами своей жизни. И тогда только директор над тобой останется. В виде жены или мужа. Но иногда нет, иногда режиссёр главнее. Ему удается выиграть всё-таки. Мы договариваемся. Спасибо большое. Директор театра «Кукол Радуга» Алексей Ланечко-Маров был в гостях у нас сегодня. Главный режиссёр театра Лены Петровны Полюляк. Мы вас поздравляем с Днём театра, всех ваших коллег. Ну, и желаем всем нашим телезрителям сходить в театр. Новое помещение, новые постановки. Получите удовольствие. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин